Откуда вы знаете, что он собирает деньги? Я, допустим, не знаю, что он собирает. Да? То есть у вас нет глаз. На каком основании вы берете деньги с рыбаков? Я вывозил 8 взялов мусора. Я по моей просьбе. Они прибирали. Значит, смотрите, Ватер-Сити построенный городок целый, но земли из Госвис Монда не изъят. То есть это ваши земли? Это наши земли. И там должен быть беспрепятственный доступ. Согласно нового закона, подписанного президентом Украины. Не только нового и старого. Но Белороднестровская районная администрация посчитала, кто-то посчитал, что эти земли принадлежат землезапасу Белороднестровского района. Кто-то. На каком-то основании. На каком-то основании. Земли с Госвис Монда Беляевского лесничества не изъят. Так. И они дали что? Разрешение? Разрешение дали. В том числе и русалка. Русалка, да. Русалка. На 49 лет в аренду. Я вам сейчас покажу. Покажите, пожалуйста. Выличник. Без ведома лесхоза. Еще раз подчеркиваю. Без ведома лесхоза. Без ведома лесхоза. Да. На землях лесхоза выдана в аренду. Я правильно понимаю? Кем выдано еще раз? Беляевская. Беляевская? Беляевская администрация? Ой, Беляевская администрация. Можно? Можно, можно. Я вам сейчас покажу. Так, вот написано. Что тут написано? Державный акт. Номер 30512. Так, что тут написано? По листву. Завод не строится. Так. 42 километра трасса леса. Угу. Так, один гектар получается. Ну да, около. Обслугование Буды, Вельс, Пород, Гребничная база. Недороженый Белоденестровской районной рады. В 2001 году, да? Акт зарествован на право постиг на крествование номер 48. Друзья, получается, что на земле лесхоза, на Белоденестровской районной рады, районной администрации, дает акт, непонятно каким, непонятно почему, да? Эти вопросы надо задавать Белоденестровской администрации. Ага. Зададим. Здесь и письма писали, и писали их множество есть, писем обращения на каком основании, кому, но... Так, что это за документ? Как называется? Это называется проект организации и розвитку лесового господарства. Угу. Это наш паспорт, это то, что мы живем. Вот здесь, и тут написано, что Бобеляевское лесничество имеет 18 тысяч площадь, это пошла по кварталам, итог. Так. Где у нас итоговая площадь? Значит, вот, смотрите, Беляевский район, Яскевская сельская рада, Беляевская селищная рада, Троицкая сельская, Граденицкая сельская рада. Итого по Беляевскому району 13 тысяч 850 гектаров. Видите, да? Да, да. Дальше идет Белоденестровский район. Так. Тут написано Шабьевская сельская рада. Ага. Почему она туда притулена, тоже объяснить не могу, но это сколько? 4200 гектар. Да. Перечисленный, 31, 32, 33. Вот они как раз просят в 31. Вот эти квартала 4200 гектар. Теперь я вам тоже вам показала. Вот эти 4200 гектар по Белорусу, в Белорусу, находятся, вот они, видите? Вот это, эти 4200 гектар. Вот 4200 гектар от вот этих, да? Да. 31 где? Вот 31. Ага. Ага. Так, еще раз. Где у нас маяки? Мост, видите? Вот он. Мост. Ага. Все, сориентировались. Так. А вот 31, да? 32. Да. Вот он. Ага. 33. Вот мост. С этой стороны, видите? Вот мост, мы идем дорогу. Да, да, да. А налево, и вот здесь находится Water City. Да, да, да. Вот в этом месте. Ну, вот что тут написано? 33 квартал, какой выдел второй, да? Угу. Так, 33. Ну, хорошо. 33 выдел какой? Что здесь написано? Что здесь написано? Солональц. Так. Солональц написано. Говорит, что это территория наша. 8 гектар, это территория наша. Так. Вот. Угу. А по решению районной рады Беграднестрокского района, это поддано вход. И так нету, идемте к администровой карте. Идемте. И строится. Русалка. То же самое, нету белых пятен. Вот смотрите, вот здесь в этом месте, видите белое пятно? Да. А тут чеки, если вы знаете. Ну, вот видно, что эта территория не наша. Угу. А кто это такие? Это вопрос, я понятия не имею. Мы тоже задаем этот вопрос Беграднестровской администрации. Ага. То есть это надо спрашивать туда? Да, только туда. Не в Маяковской селищной ради? Да. Угу. 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 Наверное, в Мамедово. У него на 15 лет есть тоже белое днестровское. Белое днестровское. На вашей территории белое днестровское? Да, на нашей территории еще раз повторяю. Угу. Была уборка мусора? В вашем делу. Уборка мусора за свою личную машину? Уборка мусора за свою личную машину. У меня есть личный самосвал. Да, да, да. Да, да. В этом году убиралась? Я не вывозил. А, не вывозил. Ага. Другие машины есть, есть люди. Хозяева машины. Другие машины были, да? Ну хорошо, ладно, все. Были другие машины. Ваше имя Марьяна? Скажите пожалуйста, вот вы слышали какие летят шишки вашего голову? Да, да. На каком основании вы их собираете? Или это все вранье? Это вранье. Люди, вот, Алексей, там еще есть помосты, на которых они собрались, не пускают туда людей, сами в кругу, тихо берут деньги и обвиняют в это меня. Они хотят выжить меня оттуда. Вот сколько лет мы убираем, а 4 года, за 4 года никто из них пальцем не шевельнул для вот этого порядка. Зато они и меня хотят выжить оттуда. Подключили вот, все для клевого. Ну, давайте поговорим сначала. Нет, ну, не ругаемся, просто надо объяснить. Нет, мы не ругаемся абсолютно. Мы садим деревья, кто-то прошел с топором, срубил все деревья. Все. Вот молодые деревья, мы порассаживали почти 50 штук, 47 деревьев, осталось 4. И кто-то прошел и срубил топором. Кто выкопал канал? Канал выкопал трактор. Да я понимаю, что... С чего? Смотрите, мы выкопали ямку, мы хотели небольшую ямку для насаждения деревьев. Для чего? Объясняю. Это яма, уже сделана такая вот, мусоросборище. Смотрите. Это говорит о том, что рыбакам, которые привозят сюда вот это все, нет возможности, нет сил с собой забрать этот мусор. И вот так вот они его тут хоронят на берегу Днестра. Хотя мне тут рассказывают, что тут ходят какие-то ребята, собирают 50 гривен на вывоз мусора. Вот даже тут порыли какую-то канаву, типа граница. Вы поняли, да? Что с той стороны вроде как 50 гривен, а с этой стороны, типа, бесплатно. Петр, скажите, пожалуйста, это правда, что тут вот за этим рвом, типа, вот здесь какая-то такая акватория, на которой берут деньги? Да, есть такое. Я слышал неоднократно, ребята рассказывали, что подходит человек, который рассказывает о том, что раз в неделю приезжает машина. Они убирают здесь территорию и, соответственно, происходит вывоз мусора. Но я этого ни разу не видел, поэтому сказать ничего не могу. Уходят ли эти средства на... Но к вам не подходили, да? Сегодня пока нет. Были дни, которые подходили, да? Подходили, да. И выплатили? Было пару раз, да. Друзья, что я хочу сказать по этому поводу. Значит, не ведитесь на это мошенничество. Не ведитесь. Если вы, кто-нибудь из вас, ловящих здесь, какой здесь? 43 километра? 43 километра. Да, если вы тут когда-нибудь ловили на 43-м, пожалуйста, сделайте фотографию той машины, которая сюда приезжает убирать мусор. Мне просто интересно, действительно ли это есть. Потому что я вижу, вот мусор валяется. Вон какие-то пластиковые бутылки, здесь какие-то пластиковые пакеты. То есть сказать о том, что здесь что-то убирается, я бы не сказал. Вон, куча пакетов, прикормок. Может, здесь давно что-то кто-то не убирал. Смотрите. Но, как я думаю, что это все-таки мошенники какие-то. Кто выкопал канал? Канал выкопал трактор. С чего? Смотрите. Мы выкопали ямку. Мы хотели небольшую ямку для насаждения деревьев. Для чего? Объясняю. Есть дорога. Мы убираем, есть полосадь, люди расстилают палатки там, столики сидят. Люди, которые заезжают, не пачкать машину, если вдруг болот, он пошел по газонам, по насаженным деревьям. Они все это перепахали, развернулись, уехали. Так что же они посадили деревья? Вы же выкопали ямку? Когда там были последний раз? Посадили они. А, посадили. Да, деревья насажены по всей территории. И дальше посажены деревья. Это делается ежегодно. Мы садим деревья, убираем этот мусор. От 46 до 41 километра уже сколько лет мы вывозим этот мусор. И никто, ни у кого рубля не попросил. Люди сами видят. Они в восторге даже от этой части территории, где мы убираем ежедневно. Они в восторге от того, что есть место и приехать, где можно с детьми там в чистом посидении. Я прошу прощения, как нас зовут? Виктор Аркадьевич. Виктор Аркадьевич, меня зовут Александр. Виктор Аркадьевич, вот, чтобы не быть голословным, вы, когда увидите это видео в YouTube-канале, посмотрите, какие комментарии пишут люди по поводу Марьян. Это не то, что я там хочу предзадок к чему-то относиться, понимаете? Мне вообще непонятно, при чем тут Марьян к лесному хозяину. Вот, вот именно. Если кто-то приходит деньги собирать, вызывать полицию, я не знаю, там, прокуратуру, ОМОН, кого-нибудь, ну, ОМОН, ОМОН, слава Богу, уже нету там, да? Для этого человека надо наказывать. Который собирает деньги на дизайн? Который собирает деньги, конечно, сто процентов. То есть вы к этому отношения никакого не имеете? Нет никакого, вообще никакого, вообще понятия не имею. Для того, чтобы нам заниматься этим, надо специальное там разрешение, там, кассовый аппарат. Абсолютно правильно. Да, человек взял в руки деньги, он не платит налоги нигде, нигде и с кем договор не заключен. Понятия не имею. За нас я вам точно скажу, что лесное хозяйство, финансово, или как там, коммерческой деятельностью не занимается. То есть, получается, что Марьян на вашей территории тоже не имеет права собирать деньги? Нет, конечно. Правильно? Боже упаси, да. Леса Украины принадлежат кому? Народу. Правильно. Любой человек может зайти туда, отдыхать, отдохнуть, сидеть, рыбарить не нарушая. Правильно. И так дальше. Какой Марьян, какой Алексей, какие помосты, кто дал право их учиться? Знаешь, в этом интервью, что разобраться, кто такой Иван Иванович, что он-то занимается. Нет, это, да, я как раз сюда пришел разобраться, кто такой Иван Иванович. Покрывает ли он Марьяна, который рядышком с ним стоит? Понимаете? Я же как раз пришел сюда разобраться. В той части я об этом сказал, что я приду и разберусь. Вот я и пришел разобраться. Понимаете? Если кто-то там собирает деньги, однозначно вызывает полицию. Все, все, точка. Да, никакого отношения не есть. Никаких других проблем. Задача лесника, обрад. Однозначно наказать человеку, все. И пускай объясняет, кто его туда направил. На каком основании. На каком основании, все правильно. Я с вами полностью согласен. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот от моста, как мы съехали с маяка, с моста, сразу с правой стороны, сразу же с правой стороны, закрытые территории. Вы что-то знаете про ту территорию? Кто там собирает деньги и что это там за организация? Там, где ворота были, да? Там ворота стоят. Или есть? Да. Кто там, скажите? Я точно не знаю, что там помню, это вообще было от прошлого директора. Там был документ еще. Значит, все эти территории Росдольной Белгородской администрации. Еще раз повторяю. Если бы были какие-то раздачи кому-то в аренду, или там, я не знаю, в частную собственность. Нет, в частную собственность. Да. Однозначно, когда-то отдавала Белгородской администрации. Со стороны лесхоза никаких разрешений сейчас не выдается. Не выдавалось? Да. И не выдается. Для того, чтобы заключить какой-то договор на передачу земли, на аренду земли. Это только через кабинет. Мы можем выдать лесовый квиток, но опять же не для рекреативной идеальности, а для выпасов худобы, там, для сбрания... Туристической какую-то палатку поставить. Ну, для сбрания ягод Грибеев, там, вот такое вот. Все. Ни в коем случае никаких не строят, там не может быть. Этим вопросом занимался предыдущий губернатор Степанов. И зам губернатора был Трещук. Была создана комиссия, да. Не раз выезжали туда комиссии, пытались разбираться, кто поставил там какие-то домики, заборы, на каком основании. То нету хозяина, то нету еще кого-то, но Иван Иванович тоже там не раз. Иван Иванович, можно с вами будет приехать вот на то место и с вами пойти туда разобраться? Чье и кто там за... Пожалуйста, я с вами говорю, вот только что перед вами этим делом, я говорил, перед этой съемкой, когда мы стояли внизу, приедьте, пожалуйста, к нам, мы поедем с вами вместе, пройдемся, посмотрите, просите все. А не надо сразу выбрасывать в этот... Нет. И делать, что кто-то там, вот меня начальство хотело выговор туда-сюда, я не знаю, за эти мостики, наверное, я получу выгол за эти мосты. Может быть и правильно. Да, ну конечно правильно, это тоже правильно. Это значит, по идее, мы должны сейчас все эти мостики, вкладки снести к черту твою мать. По идее, на всем не стоит, не только на том месте, а там же столько их. Ну да, вот, вот, начиная. Это же кошмар. Я же говорю, это было на уровне области. Создавались комиссии. Там и экологи, и полиция, и прокуратура присутствовала, и не раз собиралась. И представители Маякской сельской рады были. Но органы никак не решают этот вопрос. Мы лично сами не можем выкинуть людей. Понятно. То есть, получается так, друзья, что если к вам приходят какие-либо люди, да, и просят деньги за рыбалку, в тюрьму. То есть, вызываем полицию. Сто процентов. Лисовое господарство до этого. Ничего не имеет абсолютно. Сто процентов. Я, ну вы улыбаетесь. Все, я вас понял. Хорошо, спасибо. Хорошо, вот вы сейчас улыбнулись, и что это? Это, нет, нет, все правильно вы говорите. Вы просто возьмите людину, ту хотя бы одна, и скажите, все, будь ласка, Иван Иванович, я говорю при своем высшестоящем начальстве. Вин когось крышует, чи в кого-то взял гроши, чи комусь разрешил, что там выйдет. Это никто не говорил. И, я скажу больше, этого никто не видел. И неправильно, зачем, значит... Ну, это не... Я вам по-другому скажу. Там идет война. Рыба это ресурс. То есть, это коммерция, да? Причем такая... Ну, рыбу продают многие. Да. Это же не просто, что целый вот человек там стоит из-за того, что он просто любитель рыбной ловли. Однозначно рыба продается. И понятно, что на этой почве начинают друг на друга там какие-то группировки. Нет, не так. Не так? Не так. Смысл в другом, что простому обывателю-любителю нет места, чтобы порыбачить. А если он приезжает на место, то стоят такие марьяны. Извините за выражение. Нет, мы пока не обвиняем. Это уже люди. Хорошо. Стоят люди, которые собирают деньги на жирных местах. Понимаете? Хочешь порыбачить? А мест нет. Так иди вот, 300-500 гривен, 200 гривен. Пожалуйста, пускай полиция. Вот такой наш ответ будет этому обществу рыбаков. Это для них будет ответ. Сколько вылавливают любителей ваши? Я вам скажу, 40, 60, 30 килограмм имеют право, нет? Нет, никто не имеет право. Ваш канал, кстати, снимает вот эти вот вещи. Вот что у них стоит на мостах. Они берут деньги, обвиняют нас, вылавливают рыбу. Он полный автобус сетей приехал. Мы будем рыбачить или нет? Никаких сетей и дрочей тут не будет. Было дело? Было. Николай Борисович пойман в том году и в этом году также пойман, что он берет деньги, говорит, что берем мои деньги. Марьян, снимите на телефон это. Хорошо, я молчу. Приезжает человек на рыбалку, все, становитесь без вопросов. Никаких денег там порядочек, без мангалов не полить, мусор собрать, вывозить. Да, все, порядочек. Я уезжаю вывозить мусор, через час приезжаю. Борисовича, как ветром сдул. Стоят люди рыбачат. Я говорю, а вы как, что-то? Ну, не оплатили, вот, что я поехал. Звоню Борисовичу, Борисович, а что это за дела? Говорит, а у меня вот срочные дела, я взял у людей на бензин, я же потратил, сколько их ехал с теплодара. Взял у них на бензин, то я поехал. То есть мы наводим порядок, делаем красоту, в итоге нас облили грязью, а все красавцы. А кто такой Борисович? Ну, там, можно, вот, снег, они в такой компании тоже создают это дело. Есть у них видео, вот, смотрите, видите, то есть... Я не договорю, можно договориться? Да, да, можно, конечно. Есть видео такое, вот они сидят за столием. Хорошо у нас получается, вот хорошее начало в итоге. Вот на следующий год мы себе какую-то общественную организацию придумаем, да, может, там, фонд нам нужен. Это к чему говорится? Это говорится к тому, что вы хотите вайбер-сообщество, приехать на рыбалку, это надо участвовать в вашем вайбер-сообществе, чтобы прийти и стать на место, потому что вы вот так вот меняетесь. Правильно? Этого никто не хочет, абсолютно. Если вам дадут где-то кусок территории, занимайтесь своими делами. Но на вот этой территории, 46-41, мы этого не рассматриваем никак. Местный народ, куча рыбаков соберется, и будут вопросы просто к вам, и все. Это уже замечено и в том году, как вы говорили. Друзья, вот это называется прямые угрозы. Так вот, я вам скажу, что наше вайбер-сообщество отличается от вас тем, что мы не берем деньги. Оно только словами отличается, абсолютно. Не словами, а делом. Говорить можно много. Это тоже можно пойти сейчас на фотографию, столько людей, говорить в Ашанде, что вы берете деньги. Ну, на самом деле, да. Это что не важно, потому что тут непонятно, кто берет, за что берут. И на вашей территории, согласен, посмотрите. Да. И это говорит о том, что Иван Иванович плохо об этом смотрит, на это смотрит. А что, он на вашу полицию? А он мог, нет. Хорошо. И он может подойти к рыбаку и сказать, вы платили деньги? Нет, к рыбаку, по-моему, отношения он не имеется. Нет, почему? Он может подойти к человеку и спросить. Нет. Смотрите, это ваше территорию. Человек зашел, вот у нас лес из Дальницкий, да? Люди зашли там ходят. Какой-то со стороны забежал, вот за то, что ты собираешь грибы, дай нам пару копеек. Что, лесник здесь при чем? Так, подождите. Он же никуда не уходит. Я к тому, что... Хорошо, его поймали. Они обменяют друг друга. Вы Алексея поймали за руку? Тот того, тот того. Вас кто-то поймал за руку? Мы здесь при чем вообще? Две разные банды. А кто? Деньги берут друг друга. Ну, обменяйте друг друга. Вас за руку поймали, чтобы деньги были. Подождите. Ладно. Две разные которые... Я тебе скажу, вот, вы в прошлом интервью мы его смотрели, в котором я выступал. Да. Почитайте внизу комментарии. Все пишут однозначно, мы этого человека не знаем. Деньги мы платили. Мариану, Мариану, Мариану. И тысячи людей пишут, Мариану, мы платили Мариану, Мариану. Да. Как бы... А за меня ни один не написал, что он меня знает. Это ваша группа, конечно, не будет на вас писать. Это наша группа. Мы приехали на Мариану. Теперь, чтобы вы понимали, я сам арендатор, и у меня свиноводческий комплекс. У меня в год выходит миллион заработка, приблизительно. Как вы думаете, я буду ходить, а что он там делает? Задайте вопрос. Рыбайте, отдыхайте. Он что там делает? Он, вот этот человек, что там делает? Он просто убирает для красоты вот этот... Да, он там живет. На берегу живет? Да. Через реку. Я, насколько знаю, ты живешь в Беляевке. В Беляевке родители живут. Я живу в Маякове. Да. И ты что там на берегу делаешь? Ты же не рыбак. Я живу там. Как это я не рыбак? Не рыбак. Сегодня второй вопрос. Когда вызвали Ивана Ивановича, кто вас вызвал? Директор вызвал, да. Вы знакомы с Марианом? Я тебе еще раз говорю, сто раз говорю. Приехали вы вместе. Вы меня можете выслушать? Я слышал. Я еще раз сто раз говорю. Когда была комиссия, сказали убрать весь берег. Своими силами лесового господарства мы убрать не можем. Я человеку там, я попросил человека, а у вас есть такая... Они говорят, да, мы вам поможем убрать мусор. Они убрали с 41 по 46 мусор. Убрали мусор дальше? 8, я 8 взял вы. Вывез. Все. Значит, Александр, если вы вывезли 40 тонн в этом году мусора, вы, значит, тоже можете собирать смело деньги. Подождите, кто сказал собирать деньги? Во-вторых, я считаю, я считаю, что это не на свободе, на свободе господарство. Давайте собираемся в полиции напыщить, в полиции. И будем разбираться там, при чем тут лесовое господарство. Я собираю деньги. При том, что вы закрываете глаза на все это. Что он должен делать? Он должен смотреть, чтобы не выбрали деревья. И не строили мостики. Вот, чтобы мостики вот здесь. Если так пошло, то мы должны снести ваши мостики тоже. Конечно. Любое строительство на территории Гослесфорта. Иван Иванович, я ничем не обвиняю. Это самозахват территории. Вооружитесь камерами и заснимите, кто у кого берет деньги. Все. Абсолютно правильно. Еще раз говорю, лесное хозяйство здесь никаким боком не участвует. Это территория просто лесного хозяйства. То, что там хотят проводить какую-то коммерческую деятельность без разрешения, без налоговых, без соответствующих документов. Это нарушение, это преступление. Согласен с вами. Всего хорошего вам. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Откуда он знает, он же не полиция. Он не знает, нарушают они, кроме... Они обязаны вам накладывать. А вы должны принимать меры. Какие? Ну... Это заявление на полицию. Заявление на полицию. Вот так вот. Покажите хоть одно на полицию. Рыбачил возле этого дерева. И вот здесь был ров. Видите, они немножко его засыпали. И понатыкивали каких-то палок. Типа посадили деревья. Вы поняли, да? Борис Николаевич, к вам особо куча вопросов. Потому что Марьян вас обвиняет в том, что вы берете деньги. Когда здесь видели, что 8 зилов отсюда вывозилось мусора. Вот мне интересно, пусть хоть кто-то один скажет, что тут видели эти зилы. И начал угрожать. И мы там с ним немножко покувыркались, грубо говоря так. И он пришел. Вы что, дрались? Да, немножко дрались. Ё-моё. Из-за того, что люди стояли на этом помосте, я увидел, как он подошел, начал требовать у них деньги. Чтобы Марьяна здесь не было, каждый, кто приезжает рыбачить сюда, смотрит за порядком. Никакого маломера не ловится. Ловится, согласно законодательству, не более пяти крючков. Скажите, вы хозяин этого помоста или как? Нет, я не хозяин. Я купил материал и его поставил. То есть на нем может ловить любой человек? Да. Абсолютно? Да. И раньше было, что люди приезжали, сомневались все. И я всегда говорил. Уточните, пожалуйста, бесплатно или нет? Да, конечно. Конечно. Ибо берег, река принадлежат всем людям. И деньги ни в коем случае нельзя брать. Занимался и Борис Николаевич. Ты приехал, а Марьяна продал твою вкладку, и ты приехал и уехал назад. Так было или нет? Так же самое у меня было. Ну, я не знаю как. Я приехал сегодня, мусор есть, собрал, вывез. Не надо нам тут охраны, уборщики, мойщики, домхозяйки. Мы тут сами можем, как и вы, сели, порыбачили, взяли мусор, уехали. Все. Любой помост, который есть на реке Днестр, он если сделан, то сделан для общего пользования. И если к вам будут предъявлять претензии о том, что я поставил этот помост, и я должен с него брать деньги, шлите их всех как можно дальше и снимайте на видео, что они занимаются вымогательством. И выкидывайте нашу вайберг-группу «Все для клевого Днестр».